Всем привет, с вами Нильфгорн, это средневековые инженеры, и сегодня я буду смотреть вот на такое вот непонятное устройство, точнее оно очень понятно, это шагающий, не знаю, дом, не знаю как это правильно назвать. И здесь с одной стороны все просто, вот так вот смотришь, конечно, блин, такая простота, и в принципе сразу думаешь, почему я сам до этого не догадался, но на самом деле мне кажется, тут нужно инженерский ум иметь, или не знаю, какую-то такую жилку, чтобы это все цепляло, чтобы это все работало. Ну, во-первых, давайте начнем с шагающего механизма, это, то есть вот здесь вот балки, вот здесь вот стоят шарниры, ну, то есть, ну, как бы, крутящийся момент, стоит балка, вот туда вот проходит, то есть здесь вот стоит вот такой вот крест, в который, в который вставлены вот нитки, я не знаю, как правильно сказать, канаты, которые прицеплены по трое вот к этому кресту. Даже, а, даже вчетвером, то есть эти канаты, они одного натяжения, и когда вот этот вот ход движется, ну, то есть вот этот вот крест передвигается, передвигается и этот же, то есть канаты используются здесь не только как просто канаты, а именно как какой-то скрепляющий момент. Для чего, почему здесь именно канаты, потому что эти канаты, они, ну, как бы, проходят через вот эту балку и здесь не закручиваются, это, не знаю, баг не баг, доработка-недоработка, недоработанная, точнее, может, момент, но, то есть канаты не цепляются за эту балку. И, в принципе, здесь то же самое, здесь опять, опять, ну, так же, вот этот кручащийся шарнир, ну, блин, какая-нибудь правильно называется, то есть здесь такой сделан ход, чтобы приподнимать вот эту ногу, приподнимать в определенный момент. И, как видите, так, как видите, чтобы одна нога приподнималась, а другая стояла, здесь специально, ну, не специально сделана, а именно в разные стороны, видите, ноги стоят. То есть давайте запустим и посмотрим, как это все работает. Кстати, кстати, я нашел, как запускать мельничный вот этот вот механизм, то есть вот это вот. Это мы просто должны вот здесь вот сверху нажать вот так вот, и пойдет крутиться. Интересно, а вот блок я смогу поставить сюда вот? Нет, блок не ставится, скорее всего, на нижнюю часть можно будет поставить. Ну, и вот, в принципе, крутится, то есть вполне работает все. Так, на ноль вот так вот. И, в принципе, здесь ничего даже, ну, такого сложного не сделано. С одной стороны, конечно же, еще раз повторяюсь, с одной стороны. Единственное, здесь вот странный такой механизм, почему-то, я не знаю, почему так. То есть вот эта вот нижняя часть, вот эта вот нижняя часть, она, видите, она не закреплена. Она стоит в такой вот балке, ну, как и в коробке, не знаю для чего. Может быть, таким образом не ломает она конструкцию. Вот так вот, скорее всего, мне кажется. Иначе она ломала. А так она просто толкает, грубо говоря, вот этот вот квадрат. И тем самым не ломает конструкцию. Здесь, в принципе, тоже ничего сложного нет. Зачем-то все это стоит опять так же вот здесь, на кругляшках. Вот здесь понятно, почему. Ай! Ну да, точно, чтобы не ломало. Потому что немножко подергивается, если будет, то вот здесь вот этот момент переломится, мне кажется. Ну, давайте запустим, посмотрим, как это работает. Все, он пошел. Скорость небольшая. Я, ну, я не нашел, как, допустим, увеличить скорость, к примеру. Но он идет. Это самое главное. Он работает, он шагает. Сразу говорю, я не знаю, как это можно применить в каких-то таких тактических моментах. Потому что все это можно очень легко сломать одним выстрелом катапульта. Но если попасть, конечно, да, а, возможно, со временем сделать какие-то щиты, которые, допустим, не будут пробиваться с первого удара, как минимум, то, в принципе, это работает, как... Можно использовать, как таран, к примеру, да, то есть придвинуться к воротам и таран, потом включить тоже какой-нибудь механизм. То есть вполне, да, как башню, как осадную можно использовать, то есть настройки сделать. Я не знаю, честно, сразу говорю, не знаю и не буду испытывать, наверное, устойчивости этого всего механизма. Но, скорее всего, не очень он устойчивый, потому что все-таки это дерево, да, возможно, со временем здесь добавят какие-нибудь, может быть, железные материалы, железные оси, железные, там, рычаги, железные передвижения, ну, то есть, вот, шестеренки, возможно. И это все крепче станет, но это работает, притом, вот, ну, что называется, каждый раз приходится удивляться человеческому гению, да. Создали же, вот это же ходит, это же работает, то есть человек, я не знаю, либо он, вот, я не знаю, кстати, ник Кэпитэн Джорс, его, этот ник, создателя вот этого устройства, можете найти в мастерской средневековых инженеров, я, конечно, ссылочку оставлю, в принципе, можете скачать, если у вас инцидионная версия. Очень интересная вещь, и используя, надстроить можно, наверное, очень многое. Самое забавное, что, в принципе, он идет, как бы, по... Ну, как видите, даже ломает деревья, и идет вполне по... бездорожью, так скажем, но, конечно, есть какие-то моменты, то есть, где-то он все-таки остановится, что-то ему, наверное, все-таки помешает, например, дерево... Да, вот, смотрите, на дерево наступил, все, пошел. И думаю, вот сейчас вот это дерево... А, нет, сломал просто гигант. Давайте ему немножечко поможем, потому что вот эту часть, мне кажется, он уже не сломает. Такое чувство... Нет, он, конечно, соскрябывает, но... Давайте попробуем помочь, по крайней мере. Оп. Я ногу не сломал там одну. Вся проблема в нем, ну, конечно, то, что он, ну, не очень шибко устойчивый. Не шибко устойчивый и даже... Ах, что-то там не переломался, ничего, нормально. То есть, на урон он, конечно, быстро его сломать можно, этот механизм. И здесь сложного ничего нет. Но сама идея создания вот такой вот вещи, это, конечно, интересно. При всем при этом, я надеюсь, со временем как-то это все промодернизируется. И можно будет, наверное, вообще очень интересные вещи создавать. Он там идет до сих пор, ломает какие-то деревья. То есть, это прям-таки даже... К примеру, можно использовать как... Ломатель деревьев, к примеру, какой-нибудь или что-нибудь в этом роде. Давайте еще срубим несколько деревьев, потому что... Ай, не хватает мощности, смотрите, не ломается дерево. Может быть, есть предел на поломку деревьев, потому что, смотрите, дерево перестало ломаться, не знаю, по какой-то причине. Он сейчас ужасно творит. Сам, видите, вот-вот-вот. То есть, он... Ноги его как-то неудачно приземлились, и как-то он неудачно ударился, и все. Сразу... Нога сломалась. То есть, разваливается ноги у него быстро достаточно. Но все равно он идет, все равно он двигается. Вот здесь уже тоже сломана уже нога. Он до сих пор ползет такой настырный. Молодец, мне нравится. Очень хорошая штука. Я надеюсь, вам тоже понравилось. Скачать вы можете, в принципе, сами. То есть, я оставлю ссылку обязательно на это устройство. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. И с вами был Нильгорн. Всем всего хорошего. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok